И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен продолжению нашей битвы ютуберов, и сегодня у нас очень знаковый день, сегодня у нас день Х, можно так сказать, наконец-таки, наконец-таки, у нас сегодня получается уже пятый день нашей войны, и у меня уже есть для вас очень интересные новости. Мы переключаемся на сайт войны, в котором вы видите, что у меня уже имеется 4846 звезд, а именно 154 звезды мне не хватает до того, чтобы дойти до фриза SE, и это было бы очень жестко, если бы, например, я бы получая 5000 звезд, сразу же бы получал этот фриз SE себе в гараж, Но, к сожалению, я просто дойду, выполню ачивку, и по факту его уже заберу, но у меня начислится этот фриз SE только после окончания данной битвы ютуберов в гараж. Сегодня мы пойдем в матчмейкинг, и, конечно же, добьем эти самые замечательные звезды. Я вчера поздно вечером на стриме специально дошел до этого самого замечательного количества, чтобы у нас осталось 150 звезд, которые мы получим с ежедневных заданий, и плюс 4 звезды, которые я просто получу, сыграв одну катку. То есть у нас за один бой, ну если сейчас мы, конечно же, сделаем так, чтобы у нас были хорошие заданки, дойдем до фриза SE и будем двигаться дальше, будем двигаться дальше, ведь я уже говорил, что в данном замечательном ивенте у меня не стояла цель получить фриз SE, у меня цель набить намного-намного больше звезд, и, к слову, о игре вообще в целом. Сейчас мы выполним заданки и еще зайдем на сайт, поговорим о том, какой у нас уже отрыв, и как у нас вообще все происходит. Так, что у нас по заданиям? Захватить 10 точек, осада и захват флага. То есть мы можем поменять сейчас, наверное, вот эту заданку на захват флага, идеально. Так, и теперь мы меняем эту, чтобы у нас тоже был захват флага. О, шикарно, подобрать ДАшки. За одну катку мы можем выполнить сейчас все эти миссии, за одну, кстати, и сыграем сразу на паладина и зиде, на том самом сочетании, на котором я играю на протяжении практически всего этого ивента. Были, конечно, там пару-тройку боев, когда я менял эту и зиду на фриз с пробитием, ну а так больше вроде как особо ничего не менялось, ну, может, была еще там каточка, где я гауссе Эмми брал, да, на одной карте было пару раз. Ну а так, по большей части, все на этой изиде с вампиризмом мы бьем, поэтому надеемся на то, что она сейчас запикает на хорошую небольшую карту. Запикивает на Александровск, очень-очень-очень хорошо. Не забываем, что мне надо прожимать ДАшки и надо набить 70 тысяч урона. Соответственно, мне по большей части не надо так очень-очень-очень быстро закончить эту катку. Надо, чтобы я еще успел нанести этот самый замечательный урон. Поэтому было бы очень неплохо, если бы мы поехали сейчас по респу противников и сразу покидали здесь дополнительный урончик. На первую доставочку, я думаю, что я могу выдвигаться по пути скушав трех оппонентов. Ой-ой-ой-ой, ну, вот это самая главная беда. Беда-бедище нашего замечательного корпуса. С этих подъемов я прыгаю всегда на плюс В, и мне как-то, ну, даже не хочется тормозить. Хотя, это нужно делать. Это нужно делать, если вы не хотите выпадать в минус так, как это делаю я. Так, овердрайв по центру, шикарно. Супер тайминг. Так, у нас 13.30, да, по таймеру. Хорошо. Окей. Будем знать, что у меня овердрайв будет возможность еще забрать. Так, ну, мы быстренько хаваем. Хаваем типов. Хаваем. 70 тысяч урона надо? Правильно? Надо. Так, ДАшки я уже две тоже поражал. Было бы неплохо еще где-нибудь дроповые ДАшки найти на этой карте. Где они только тут падают? Я вот не знаю. А, вот одна падает у них на респе. Одна падает у них на респе, но я ее не вижу. Так, флаг в центре. Давайте мы тоже попробуем сейчас еще чуть повести немножко, потому что 1-0 это очень-очень неуверенный счет. И, ну, лучше было бы привести хотя бы там 2-3 флага, дабы уже у нас точно победа в этой катке была. Чтобы мы были, ну, на 100% уверены в том, что здесь все будет под нашим контролем. Ну, таких вот с утреца вообще криповиков конкретных закидывают в матчмейкинг. Здесь прям очень-очень легко их уничтожать. Стоят ребяточки без расходки даже. Можно быстренько гонять их уничтожать. Так, страйкер с оглушением. Оп, ДАшка дроповая как раз. Супер, бомбочка. Ой-ой-ой-ой-ой, стрейф боковой. Хорошо, уходим. Уходим, уходим, уходим. По давам не кинули, конечно. Но вроде как я ушел. ДАшка у меня будет еще через 20 секунд. 11 килов я уже дал. По сути, наверное, здесь около 20 килов. Это то самое количество, которое мне даст уже 70 тысяч очков, я так думаю. Ну, наверное. Я, конечно, не уверен на 100%, но плюс-минус что-то в этом духе должно быть. Б. Было бы очень неплохо, если бы у противника было бы кто-то с Эмми. Статус эффектом. Я бы тогда БДАшек еще больше мог бы прожать. Так, овердрайв у меня накопился. К слову, там должен был сейчас падать овердрайв по центру. Ладно. Ладно. Может быть, сейчас поедем, зацепим его. А Монтолер прожать не смог. Нет овердрайва. А, его, может быть, уже забрали. По сути, наверное, чуть поздновато. Я уже задумался о нем. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Там дроповая ДАшка была на центре, я видел. Была дроповая ДАшка. Так, третья доставка. Погнали за дроповая ДАшка, если ее никто не взял. А, ее уже забрали. Ну ладно. Окей. Хорошо. Где мы еще можем дроповые ДАшки найти? Прожмем тут бронечку. 3-0 мы уже введем. 14 киллов у меня есть. Надо быстренько кого-то скушать. О, отлично. Нашел я Эмми своего друга. Это шикарно, что у противника есть Эмми. Может, еще разочек расходочку собьет. Собьет, может, братец. О, сбил, хороший, красавец. Плюс две ДАшки сразу поражали. Великолепно. Ну, должен, по идее, я успевать все это дело реализовывать. Возвратик оформишь? Парушь, красавчик. Так, только давай больше без оглушений. Блин, ну, братик, ну больше без оглушений, плиз. Все. Хорошо. Так, дроповая ДАшка. Доехать? Отлично. Шикарно. Главное, что я до нее доехал. Я где-то уже с дропа дополнительного 5 ДАшек забрал. Ну, если считать еще те ДАшки, которые я прожал после того, как меня застопили. Ну, вернее, не застопили, а Эмми. Эмми эффект нанесли. Так, ну и 3-0. По идее, я уже могу ускоряться и быстрее доставлять эти флаги. По идее. Так, только вот эта рельса. Очень, очень вредная рельса. Очень вредная. Стопит меня постоянно. Я бы даже, может быть, взял бы от оглушения вместо пробития. По сути, там только есть смока с Эмми и страйкер плюс рельса с оглушением. Поэтому лучше я возьму вот так. Такое у меня, конечно, не переоделось. Этого рельса переоденется только со следующего. Ну и пошли вытаскивать. Дабы не играть здесь 15 минут. Можно было, как я уже и говорил раньше, можно было здесь побыстрее вести. Заметил очень печальную вещь. Это то, что на боковом страйфе на паладине очень часто не берется флаг. Вернее, бывает не берется, бывает и не доставляется. Вот так вот вы летите на боковом страйфе. Если у вас большая скорость уже набрана, то очень и очень часто флаг просто не реагируется никак. Ну не знаю, почему это так происходит. Надеюсь, что в скором будущем этот моментик, может быть, кто-то пофиксит. Но это не точно, конечно. Так, у вас полетел наш. Маловато хп у него было. Под мамонта подставились. Ничего страшного, в принципе. У меня там расходки особо не было. Наш молодой доставил. Так, у меня 17 килов. Давайте на Верочку еще чуть похаваем типов. Чуть-чуть похаваем. Все-таки я на Изиде. На Изиде есть вероятность того, что... Я такое большое количество урона не нанес. Да, то есть, как бы там скиллов ты наносишь сразу же то количество, которое необходимо нанести по противнику. Это, например, там не... На каком-то гауссе или страйкере, где ты можешь дать 2000, когда у типа 500 хп. Да, здесь по тикам ты же наносишь исключительно то количество урона, сколько есть хп у самого оппонента. Поэтому, быть может, за это количество килов я еще и не набил нужное количество урона. Но надеемся, что есть, конечно. Так, овердрайв на центре. Вообще, интересно, я 15 ДА-шек поражал или нет? 15 ДА-шек противник увозят. Здесь у меня еще одна бронька будет. И, наверное, мы можем уже ввести последний флаг и там уже смотреть. По ощущениям, вроде как, я все выполнил. Но сейчас еще вот этого типа на всякий случай скушаю. Который тут очень сильно хочет, чтобы его унесли. Король по ветре какой-то. Так, его тоже мы быстренько на развальчик кидаем. Хори рельсочку тоже. Вика Смоку тоже. Титана Страйкера тоже. Так, ну и все, врываемся. Летим. 27 килов у меня есть. Ой-ой-ой. Ну, тут, короче. Что первый флаг я вез? Что последний флаг я везу? Ну, ничего абсолютно не поменялось. Тиммейт, может, какой-то. Да, тиммейт есть. Главное, чтобы он выжил. Да, диктатор. Прожил вердрайв. Ну, хватает, хватает, хватает. На Верочку вот еще пару ДА-шек прожму. На Верочку. Ну, я уже вроде как по ощущениям чувствую, что хватает. Васпик пытается увозить. К сожалению, нету подбора с моей стороны. Минуса не будет. Опа, рейса взяла уже другое устройство. Нифига себе, вот тут хуререйщик быстренько заметил, что я от него иммунитетик взял. Он такой, оп, цик быстренько поменял, да? Молодец, молодец, молодец. Быстро сообразил, что я под него оделся. Так, ну, нам надо последнюю доставочку делать. Уже точно хватит. 9 минут мы катаем. ДА-шка вон дроп его еще падает. На вражеской базе. Не, она не надо. ДА-шка. Мне уже хватает. Мне уже точно хватает. Поэтому мы газуем на доставку. Газуем на доставочку. Баре рейса в минус падает. Ну и все. Последнюю доставку мы оформляем. Довольно долго мы катали этот бой, но катали его настолько долго. Исключительно ради того, чтобы выполнить все миссии. 4 тысячи кристаллов за эту катку получаем. Открываем заданки. И все заданки готовы. Мы плюсуем красивое количество звезд. Именно 150 плюс сбоя. И еще шестерочку. Итого плюс 156 звезд. У нас становится в новом челлендже уже 1800. Ну и на тот момент, когда у нас заканчивался предыдущий челлендж, у меня было ровно 3200 звезд. Соответственно у нас 5000 и 2 звезды уже есть. Сайт через 15 минут обновится. На нем уже тоже покажется. Я дошел до последнего уровня. Ну и что касаемо самой битвы ютуберов. Ой-ой-ой, не то нажал. Что касаемо самой битвы ютуберов. То отрыв у нас уже следующий. У нас уже отрыв 100, почти 20, 117, 117 звезд. Почти 120 звезд у нас отрыва было. И 120-ка. Я думаю, что этот отрыв будет увеличиваться. Вчера в течение дня был отрыв от 90 до 100. Потом он начал под вечер уже расти. Ну и в дальнейшем я очень сильно надеюсь на то, что мы все вместе с вами продолжим бить звезды. И выполнять заданки и увеличивать эти замечательные цифры. Данная шкала почти показывает, что у нас половина, половина звезд от общего количества уже набита. Половина, вернее не половина звезд, а половина участников практически от общего количества у нас есть. Да, звезды. Это ладно, это набивается, набивается. Не знаю, зачем вот эта шкала звезд. Она может быть тоже показывает, сколько их есть от общих цифр, вот этих вот всех вместе взятых. Но у нас уже половина от общего количества, если верить вот этой вот замечательной шкале. Отлично, отлично. Двигаемся дальше, бойцы. Приз получен, можно так сказать. Приз получен, 5000 звезд набито. Ну и дальше у нас, у нас только пятый день, бойцы. Пятый день войны. Поэтому цель у меня сейчас была в виде семерочки. Но я уже говорил на стримах, что быть может, быть может мы дойдем до десяточки. Хорошие, красивые десяточки, тысяч звезд. И это будет, по сути, мое рекордное количество набитых звезд. Нам больше я никогда не бил. Поэтому будет интересно. Ну и заодно посмотреть, сколько звезд я набью непосредственно в сам челлендж. То есть на момент, получается сегодня третий день челленджа, у меня уже 1800 звезд есть. Да. Посмотрим, когда я этот челлендж пройду полностью. Может быть завтра, может быть послезавтра. Но я думаю, что очень и очень скоро. Пишите, друзья, сколько у вас звезд, как у вас двигается вся эта темочка в нашей замечательной битве ютуберов. Поддерживайте видеоролик лайком. Подписывайтесь, друзья, обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok